В первом тайме мы дали очень много свободы сопернику. Мы знали, что игра будет носить равный характер. Поэтому в играх, которые носит равный характер, которые не столь зрелищны, очень важны на первый план выходят такие моменты, как играть эпизод до конца, цепляться за подборы, за отскоки, за атаку вторым темпом. Урал сегодня атаковал активно и часто использовал подачи с фланга. Мы знали, что Урал очень часто забивает после подачи с фланга. В итоге неудачно мы действовали в обороне при подаче с фланга в одном из моментов. И в итоге Урал забил гол. А по такой равной игре, когда команда соперника выходит вперед, очень сложно отыграться. Тем не менее, второй тайм мы действовали лучше, ребята действовали гораздо интенсивнее. Мы больше владели мячом и больше было подходов у нашей команды к воротам соперника. Но тем не менее, к сожалению, те моменты, которые у нас были, к сожалению, мы их не реализовали. В итоге нам не удалось забить ответный гол и не удалось взять здесь очки. В целом матч, я думаю, всем понравился, потому что много было и движения, темп хороший был, борьбы много было. Ну и присутствовал из нашей команды, из Рубина, такой разумный футбол. Поэтому, я думаю, всем понравился. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, давайте переходить к вопросам. Если мы всем не спрашиваем, что вы прокомментируете сегодня, вы думаете, что он доволен? Ну, у него мастерство есть, единственное, пока нет, не хватает сил. И он скоростью, он в первом тайме несколько раз мог убегать, но не хватило скоростных качеств. Хотя, в плане мастерства, да, в втором тайме он подсел, конечно, потому что он еще, наверное, не готов. Ну вот, поэтому мы его подменили. А так, по мастерству он-то хороший. Как же эти матч на Кубах что-то поменяет в плане подготовки? Не, ну, мы сейчас два дня у нас отдых, и потом мы 21-й улетаем на Кипр, и там будем готовиться. Так что у нас здесь негде готовиться, полей нет, поэтому мы решили вернуться на Кипр, и там до Махачкалы, вон там находиться, готовиться. Спасибо. Коллеги, если... А, да, пожалуйста. Алексей Главов, у Бежного Рала. Санкт-Петербург, вопрос такой, а фрукта немножко дать не сайти его. Это ваше, или топически? Нет, нет, мы наоборот, мы наоборот хотели больше, чтобы контролировать мяч, потому что Рубин не любит, когда соперник контролирует мяч. Вот, ну, не получалось. Мы много выбивали от ворот, хотя я тоже говорил, и по ходу игры кричал им, чтобы они отскакивали, получали мяч, потому что когда мы контролируем мяч, у нас лучше получается, и атаки хорошие получаются. Ну, наверное, чисто психология, результат давлел, вот, поэтому, наверное, не получилось. Хотя у нас было несколько ходов хороших, где только точность передачи от короба Димки. Вот, мы и Димитров мог один на один выйти два раза, что он тоже хорошо давал, но сильно дал. Единственное, он дал Серченков, когда он проскочил, Серченков там угловой заработал. А так были моменты, где мы могли разыграть и забить. Тем более, у Рубина оголилась оборона, поэтому несколько так хороших проводов, но не довели до конца.